Пункт 4.4. По периметру всей территории полигона устраивается легкое ограждение. Его могут заменить осушительная траншея или вал. Так должно быть. Но на кадрах видно, что забора нет и не было. Ограждение есть только у хозяйственного двора. Не предусмотрено ограждение, потому что сейчас строится еще две чаши. Поэтому нецелесообразно бюджетные деньги никуда тратить. Нецелесообразно, видимо, использовать и переносные ограждения. На кадрах их не видно, хотя именно они должны улавливать легкий мусор, поднимаемый ветром. Сетчатые ограждения есть. Я фотографии могу показать. Они есть, переносные. Мы их периодически переносим. Они существуют. Тем более, что нас и Роспроводнадзор недавно проверял. Теоретически существует здесь и освещение. Правда, сегодня 9-метровые опоры с лампами завалены мусором. Сделать новые утверждают нереально. А с какой целью? Ночью никто не ездит на полигон. А вообще по-хорошему, кроме ЭКО-Альянса, уже никто не должен вообще-то улазить. Ну а раз туда никто не ездит, может и дорогу к полигону не нужно чистить? Дорога отещается раз в неделю. Но, к сожалению, жители и организации, которые возят отходы, закрывают пологами и прочее. Поэтому мы и видим ту картину. Жители обвиняют и в пожарах на полигоне. Последнее возгорание тушили целую неделю. Иногда привозят люди шлак. Не всегда он уже остывший. Ну и, естественно, пролежав какое-то время, он может теоретически разгореться. Если бы на полигоне работала лабораторная служба, такая обязана изучать состав отходов, вероятно, обошлось бы без возгораний. Но специалистов нет, как и устройств и сооружений для исследований. Но у нас нет смысла иметь лабораторную службу, потому что у нас заключен договор с Центром гигиены и эпидемиологии. Я вам хочу сказать, что с 2007 года ни разу не было превышений ни по одному из каких-то вредных веществ. А как проводят исследования воды, если на полигоне нет скважины? Альтернативой были колодцы, но их недавно демонтировали. Там более 80 метров глубина, и то не пурили, и не могли найти воду. Вода там очень глубоко. А я хочу подчеркнуть, что полигон, когда строился, он согласовывался и сдавался, самое главное, согласовывался со всеми ведомствами, с Росприводнадзором, Роспотребнадзором, с Минприродой и так далее. То есть все ведомства, которые заинтересованы, всем подписали. Заинтересованные подписали и уже много лет закрывают глаза на нарушения на полигоне. Ведь он один, его предусматривали на 30 лет, но заполнился он в два раза быстрее. Сейчас разрабатывают еще две новые чаши, почти на 15 гектаров. Пока они на согласовании. Но, судя по всему, все проверки они точно пройдут. Виктория Гарманова, Виктор Агафонов, телекомпания «Оригус».